Hello, my dear friends! Today we're going to talk about past simple. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о past simple. Время past simple используется для того, чтобы описать события в прошлом. Но так как у нас есть еще и present perfect, который тоже описывает то, что произошло в прошлом, сейчас я расскажу вам, как их отличать, и в большей степени погрузимся в грамматику past simple. У меня будет отдельное видео о том, как различать эти времена со всеми нюансами и примерами. Сейчас давайте посмотрим на past simple. И если вы смотрели мое видео про present simple, то это время вам дастся очень легко. Если не смотрели, вот здесь оставлю ссылочку на отдельное видео про present simple, и также в описании к этому видео его оставлю, для того, чтобы вы могли понимать, как целая группа времен работает. Итак, в утверждениях мы будем говорить сначала лицо, а потом глагол. Только здесь у нас глагол уже будет во второй форме. Помните, как мы в present simple видели, что сам активный глагол здесь является смысловым? Потому что у нас всего один глагол. Это active verb и meaning verb, все в одном. Но в present simple у нас этот глагол спрягался относительно лица. Прелесть прошлого в том, что у нас есть только одна форма для глагола в прошлом времени. То есть у нас нет ходила, ходили. Нет единственного множественного числа, и это очень удобно. Но есть свой нюанс, да, то есть можно сказать, что спрягать относительно лица не нужно. Но в теории он как бы спрягается. Он спрягается тем, что ставится во вторую форму глагола, то есть показывает на прошлое время. Есть два варианта. Это окончание еды, если это правильный глагол, например, walk, walked. Например, work, worked. То есть просто еды добавляете. Если этот глагол неправильный, это нужно будет просто выучить. Как это учить, чтобы не вынести себе мозг? У вас в конце любого учебника должны быть эти глаголы. Например, в моем любимом учебнике Мёрфи они даются просто в алфавитном порядке, а также по группам. Эти группы вы можете самостоятельно сделать. Вы просто заметите то, что есть некая схожесть в том, как спрягаются глаголы. Например, buy, bought, bought. Да, bought, bought. Там есть такая от-от окончание. Также, например, think, thought, thought. И вот вы берете все глаголы, которые одинаково спрягаются, и рисуете их либо одним цветом маркера на стикерах, либо на разных цветов стикеров. То есть все, кто делают от-от, например, будут на желтых бумажках. Все, у которых все три формы одинаковые, например, put, 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 или cut, 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 будут на другом цвете бумажки или на другом цвете марки. У вас будут разные способы, например, когда и первая, и третья формы одинаковые. Run, ran, ran. Есть и глаголы, например, drink, drank, drank, где I меняется на букву A, то бишь звук E, и потом меняется на букву U, то бишь звук A. Таких тоже множество глаголов. Есть ride, road, ridden, drive, drove, driven. Тоже похожие, да? Там будет удваивающееся согласное в третьей форме. То есть для того, чтобы эти закономерности заметить, сядьте один раз, выпишите их на разные цвета бумажек, чтобы именно цвет бумажки вам помогал эту корреляцию провести. Уже доказано учеными, что случайная память в 70 раз лучше специальной. То есть вот это все сидеть, зубрить, карточки, приложения и так далее не стоит. Просто развесите стикеры по своему дому, и вы незаметно это выучите. Но важно, что на стикере вы пишете только в первую форму глагола. И вы каждый раз будете как бы догадываться, в зависимости от цвета бумажки, как должен спрягаться глагол. Это будет происходить моментально, очень быстро у вас как бы на подкорке, самостоятельно ваш разум будет это делать. Потому что мы с детства постоянно делаем некий такой огромный статистический анализ того, что происходит вокруг. Даже дети, вот интересные данные, с 16 по 18 месяц от рождения, они принимают решение, что является речью. Потому что до этого они просто анализируют все звуки. И для них голос матери и звук птички примерно одно и то же. Но потом они проводят частотный анализ, что они слышат чаще, и что дает им какой-то положительный ауткам. То есть мама, когда что-то говорит, она обычно что-то потом хорошее делает. Кормит, гладит, улыбается тебе, что-то хорошее говорит, приятное. Ага, а птичка, она как бы просто так. И у человека сужается этот диапазон. Вот то же самое у нас произойдет просто автоматически, если вы развесите эти стикеры по дому. Я очень люблю всякие исследования про психологию, память, нейронные связи и так далее. И все это использую в своих курсах. Вот, поэтому сейчас сильно не буду в это углубляться. Ну, два данных я вам дала, да, что мы постоянно проводим анализ статистический окружающей среды, поэтому если эти бумажки нам будут случайно попадаться, мы их по-любому будем анализировать. Мы не можем этого не делать. Просто потому что это знакомая среда, это значит, что вы ее не анализируете. Вы все время видите, ага, это один и тот же чайник, ага, это знакомый мне человек. Но этот анализ все равно у вас каждый раз проходит. И второе, что вот эта случайная память будет на вас работать. Просто вы будете случайно видеть, оно обрабатывается, вы уже идете делать свои дела, и через две недели вы заметите, что вы как-то автоматически, когда делаете предложение, вспоминаете сразу вторую форму глагола, а не так, что buy, bought, bought, так, мне нужна, bought, ага, да. Это обычно очень медленный способ создания предложения, и будет выглядеть смешно, когда вы пытаетесь вспомнить эту вторую или третью форму глагола. Глаголы эти обязательные, это не какая-то сложная грамматика, это просто нужно вот так вот один раз запомнить, понять, и потом, когда мы будем проходить present perfect, вам нужна будет третья форма глагола, поэтому сразу учите и вторую, и третью. Итак, утверждение простое, кроме того факта, что вам нужно вспомнить вторую форму глагола. Потом, когда вы уже будете знать вторую форму глагола неправильных глаголов, вы будете просто вспоминать, ага, если я этого глагола не помню, ну, значит, он правильный. Со временем, так как вы будете эти группы видеть, вы поймете, как примерно, исходя из того, как пишется первая форма глагола, он должен спрягаться. Если, допустим, вы читаете книгу, да, вы там видите глагол во второй форме в прошлом, вы можете предположить, как он пишется в первой форме, и наоборот, вы видите какой-то новый глагол, думаете, интересно, как же он спрягается, вы сможете это предположить. И когда вы это проверите со словарем несколько раз, ваша уверенность в собственных предположениях будет только расти. Так и появляется вот это вот ощущение интуитивное применения языка. Так же, как и в present simple, все самое интересное начинается с отрицания. Когда у вас ниоткуда появляется вспомогательный активный глагол, он у нас появляется сразу за лицом. В данном случае это уже будет не do, а did, потому что нужна вторая форма глагола. И вот этот вот смысловой глагол будет уходить на второе место, и он будет стоять в первой форме. Помните, я говорила, что только активный глагол берет на себя отрицание и берет на себя спряжение. Вот он как бы распрягался здесь в прошлое время, к нему же мы приделали отрицание. А этот глагол, смысловой глагол, мы оставили в первой его форме. То есть мы его не трогаем. В английском вообще вы можете часто увидеть несколько глаголов подряд. И об этом у меня записано отдельное видео. Оставлю ссылочку здесь и в описании о том, вообще логика построения предложений. Зачем так там много может быть глаголов? И почему у нас не сам глагол спрягается во все времена в актив, в пассив? Зачем нам куча различных глаголов для того, чтобы просто перевести вот этот глагол? И по сути здесь did отвечает за то, что мы вот этот глагол будем переводить в прошлом. Например, мы скажем я не ходила, они не ходили. Вот это мы не переводим. Именно из-за этого его часто забывают. И просто делают вот здесь вот нот, и типа я сделал отрицание. Это перевод с русского языка. Именно поэтому, как я говорила в одном из их видео, как начинать чуть английский. Не надо переводить дословно. Это видео также оставлю здесь в описании, посмотрите. И что делаем с вопросами? Как обычно, у нас будет рокировка, потом лицо, и потом наш смысловой глагол. Также в первой форме. Meaning verb, active verb. Сейчас я поделаю вместе с вами несколько примеров. Попробуйте вместе со мной. Мы будем брать правильный и неправильный глагол. Я буду давать вам секунду на раздумье, и потом буду делать само утверждение, отрицание вопроса. Если у вас есть вопросительное слово, то оно встанет с самое начало. И если у вас вопрос к кому-то, то есть к человеку, вы будете говорить в утверждении. Who, потом просто вторая форма глагола, то же самое, что здесь. Считайте, что вы подставили сюда что-нибудь именно. Например, Bob liked. Вы говорите who liked. Чтобы вы знали, когда правильно применять это время, сейчас покажу вам схему. Вы бы нам сравните с present perfect. Вот у нас есть сейчас, и мы хотим показать что-то в прошлом. Это должно быть конкретное действие, причем я должна знать, когда оно происходит. То есть when здесь является ключевым. Вы всегда в этом времени будете говорить когда. То есть здесь дальше в конце должно стоять. Два года назад, прошлую неделю и так далее. Какие могут быть здесь слова? Наши маркеры. Потом last year, ну не только year, может быть все что угодно. Last year, last month, потом yesterday. Мы не говорим last day, да? Yesterday. Мы можем здесь дать какую-то точную дату. In 1997. Либо on Monday. Можно еще сказать в какое-то время. At 5 o'clock, например. То есть все, что относится, к точному времени нам сюда подойдет. Если я не могу определить какое-то точное время, или мне это не важно, это будет present perfect. Следующее видео как раз будет об этом времени. Мы поговорим. Зачем вообще мне говорить о прошлом, и не говорить, когда это произошло? Зачастую мы именно это и хотим сказать. То есть мы акцентируем больше само действие. Здесь мы акцентируем, когда это произошло. Также маркером может стать второе предложение, которое тоже в Pass Simple. Например, Я часто ходил в кино с родителями, когда был маленьким. И у вас получится, когда был маленьким, то есть я когда-то был маленьким, и ходил в кино. Это два отдельных предложения, которые как бы друг друга удерживают. Они друг за друга держатся в прошлом. Также у вас может быть несколько последовательных событий. Например, Встал, умылся, почистил зубы, пришел на работу, опоздал. Вот если у вас правильная хронология, то вы можете использовать Pass Simple. Там зачастую будут какие-нибудь слова, перечисления. Например, I got up, then I brushed my teeth, after that I went to work, finally I was late. То есть какие-то слова-связки, которые показывают нам на перечисление. Либо первое, второе, третье, либо затем, потом, после этого и так далее. Вот, собственно, поэтому это время простое, потому что здесь мы доносим очень простое событие. Мы не знаем, что было после, что было дома. Мы знаем только вот в какой-то момент времени она зашла в дом. Или чайник сломался, или они купили новую машину. Давайте сделаем несколько примеров. Сейчас возьмем глагол buy и вы делаете собственное утверждение. Буквально вам секунду на это, дальше я. Мы должны использовать вторую форму глагола. Например, I bought a car two days ago. Из этого же предложения сейчас сделаем отрицание. Вы используете свое. I did not buy, уже первая форма глагола, a car two days ago. И вопрос. Did you buy a car two days ago? Я могу спросить, когда ты купила? Кстати, так как when это маркер этого времени, когда вы спрашиваете, когда в вопросе, это может быть только в пассимпл. Никаких перфектов, никаких пассперфектов. Вот сразу вам облегчу жизнь. Если when, то я интересуюсь вот этим. Конкретно, когда ты это сделал? Соответственно, я буду всегда спрашивать этот вопрос в пассимпл. When did you buy a car? Я уже не буду говорить два дня назад, потому что маркером у меня здесь стало when. Я и так пытаюсь узнать, когда. Я не буду здесь говорить, когда. Логично, да? Кстати, все вот эти штуки мы ставим в конце предложения. Если вы вставите в начало, как у нас любят по-русски говорить, в девяносто первом году, мы там что-то сделали. Вам надо будет поставить обязательно запятую. То есть вот здесь вы скажете in 1997, запятая, I went to school. Например. Это называется инверсия. И всегда, когда мы что-то вытягиваем из конца и ставим в начало, мы должны это выделить запятыми. Там может быть место, там может быть время. Традиционно они ставятся ближе к концу предложения. А у нас порядок слов. Это что, где, когда. Об этом я уже говорила в предыдущих видео. Надеюсь, что вы это уже запомнили. Круто! Вот, собственно, и все. Напишите мне примеры собственных предложений в комментариях. Я откомментирую и буду рада видеть ваш прогресс. Увидимся в следующем видео про Present Perfect. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok